Песня «Вечная память» 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 Вот не молчали, но пытались как-то все обличить и неправду. Вот одного священника тоже спросили, а стоит ли говорить правду, если ты знаешь, что человек в принципе не справится, человек будет делать то же самое, что и делает. Он батюшка сказал, что если мы вообще не будем говорить, тогда беззаконие утвердится, и с ним невозможно будет бороться. Поэтому вот такие люди есть, слава Богу, несмотря на все угрозы, даже до смерти идут за правду, чтобы люди все знали. Поэтому вам Божьей помощи в этом богоугодном деле. Я надеюсь, что благодаря вашей работе, которая будет потом, которую увидят многие, тоже, может быть, кто-то для себя увидит в этом какой-то пример и тоже не будет молчать. Найдет в себе силы говорить правду. Спасибо, Господи. Фильм вот у нас, потому что человек непосредственно ассоциировался с вашей песней. И через два дня прислали разрешение с печатью, значит, и стихи просите у Танича. А Танич умер. Вот надо, значит, в обществе. Защиты прав авторских. То есть какие-то такие знаки, что мы на правильном пути. И если мы посмотрим на первые строки божественной комедии, то есть «Мною жизнь пройдя до половины», «Я очутился в сумрачном лесу», это есть в переводе Лозинского. Как это не «Россия 90-х» и не Таняти 90-х? А до середины они всех 30. И у нас различные части из божественной комедии Данта, различные цитаты, в основном их, конечно, цитируют Ментор, но они разбросаны по разным персонажам. Эти цитаты позволяют акцентировать на каких-то моментах, через которые герои могут философски абстрагироваться от той бытовой не очень простой действительности, и философски взглянуть вообще на жизнь. И, безусловно, эти цитаты и зрителя будут призывать подумать над теми или иными вещами. Вот для меня один из ключевых факторов – независимая газетка, газетенка, можно сказать. Их было здесь десятки. Они что делают? Они первые в России сделали рубрику «Сообщение торгуют смертью» про наркотики. Им начали поступать звонки. Они эту информацию передавали по МВД и контролировали работу органов. У них собралась база милиционеров, которые работали по наркотикам. А что такое милиционер 90-й год? Это человек с низкооплачиваемой работой и обществом, которое вообще никак не уважается. И они решили сделать премию для милиционеров. Купили слиток золота, разделили его на пластинки, сделали сердечки. Их в паспорту торжественно вручали. То есть какое-то все равно общественное признание им давали. Вот зачем это независимая газета? А это функция государства. И мы это обыгрываем в фильме. Редактор говорит, что идея класса, но он уже понимает, что это функция государства. Что касается самой идеи фильма, я считаю так, что сейчас у нас происходит большой запрос на героев. Ну вот если посмотреть, очень много, ну вот яркий пример, это вот американские там эти, когда приходит какой-то герой, с которым у него что-то есть, какой-то супер-пупер, и он что-то делает жизни лучше. И все забывают об одном таком простом моменте, что для того, чтобы быть героем, не надо вот это все выдумывать. Надо просто обладать вот этим мужеством. И вот это вот огромное мужество, которое было в этих людях, которые, вы очень правильно сегодня сказали, смутное время, оно не щадит никого, ни трусливых, ни смех. И их тоже не пощадили, но это, ну, эти люди огромного мужества. И вот просто представьте, эти люди честно выполняют свою работу, и ладно бы они не были там холостыми, сиротами, у всех семьи, дети, и не боя, просто делают, потому что так считают правильно. Потому что, и, например, вот я себе как-то спросил, говорю, а вот я бы смог вот это, я думаю, я не знаю, вот я не знаю, нашел бы ли я в себе такое мужество. И говорить об этих людях, безусловно, надо, потому что мы вот из города Героя Севастополя, в котором каждая улица названа именем человека, который для Севастополя сделал что-то героическое. И мы приезжаем в город большой, и вот эти люди, которые где-то в средней полосе России, как-то кто они здесь? И хочется вот эти вещи вскрыть, потому что они не значат их значение, ну вот я считаю, не только тольяттинского уровня, вот это их мужество в смутное время, это мужество тех, кто вот сохранял целостность России. А может быть благодаря их работе, может быть, ну я не знаю, насколько вот эта вот неправда, она как-то вот и остановилась, ну как бы не вылезла вот в той мере, в которой могла быть. Да, и какие-то рамки они вот, ну пускай, да, они действительно пострадали, были у людей, но Господь их все-таки упокоит, вот, но вот их работа и их дело, она как-то вот все-таки какие-то рамки выставляла, и за эти рамки никто не могла... Мы в трейлере, у нас мы в трейлер не могли снять из тех кадров, которые мы еще не сняли, то есть у нас такая аллюзия была. И вот мы в одном ролике написали, тольяттинцам, сохранившим Россию в 90-х посвящается.